Дыхание улиц, воркаут, киберспорт это чётко, молодёжных улиц, занятия плёвые. Рэп-баттл между поколениями в разгаре. Шутливые строчки молодёжного речитатива адресованы губернатору Олегу Кувшинникову, который оценил новогоднюю вечеринку. То, что вы сегодня устроили дискотеку и показали нам вот эти великолепные танцы, это говорит о том, что новогоднее настроение ворвалось в стены наших домов, в наших учреждений, в том числе центров заботы. Молодцы! Поздравляю! Вместе с главой региона посетил Центр заботы на Марии Ульяновой-6 и мэр Вологда Сергей Варапанов. Ветераны посвятили свой музыкальный ответ градоначальнику. Ведущие «Снегурочка» и «Снежинка» задают праздничный ритм всем участникам. Здесь собрались и представители студенческих отрядов, и работающие молодёжи, члены ветеранских организаций и активисты Центра заботы. Общий язык нашли быстро, работать сообща уже привыкли. Ну, строение всегда хорошее, мы всегда стараемся кураж поймать, молодёжи не уступить, ну не то, что не уступить, но по-дружески, да. Потом мы здесь уже седьмой год, нам всё нравится. Праздник организовал молодёжный центр «Горком-35» в рамках проекта «На одной волне». Молодёжь и ветераны сразились в музыкальном и танцевальном поединках, устроили общий флешмоб и даже померились с чувством юмора. Команда КВН старшего поколения сразилась с финалистами Вологодской областной лиги. Помимо образовательных занятий в этом году мы организуем уже третью так называемую вечеринку поколений. То есть это такое очень доброе душевное мероприятие, на котором молодёжь и ветераны могут продемонстрировать ещё и свои творческие способности. Если мы на образовательных занятиях всё-таки даём некую теорию, вернее участники проекта дают её друг другу, то на таких мероприятиях они могут эту теорию воплотить в практику. Молодёжь, если мы выходим на городские площадки, активно нас поддерживает. И танцами, и стихами, и так далее. Всегда двусторонняя активность замечается. Поэтому всё обоюдно и здорово, что действительно такая связь есть. И на мой взгляд, это очень важно для поколений, и с каждым годом связь эта укрепляется. И мы находим другие формы взаимодействия молодёжи и старшего поколения. После дружеских поединков участники встречи собрались за столом в неформальной обстановке. За чашкой чая в Алакжане преклонного возраста задали интересующие их вопросы главе региона. Среди центральных – восемь инициатив губернатора. От увеличения ежемесячной денежной выплаты до установки дополнительных фонарей во всём регионе. То есть такое дифференцированное, двукратное увеличение, которое позволит... Кто-то хочет проезд – купил проезд. Кто-то хочет лекарства – купил лекарства. Кто-то хочет направить на какие-то... Детям помочь, допустим. Это будет более справедливо, чем компенсировать этот проезд нашим транспортным компаниям. Поэтому настроение надо будем поднимать сами, внутри Вологодской области, внутри города Вологды. Надо поднимать настроение для ветеранов. И будем вам помогать. Центры заботы, и дисконтные карты заботы, и социальные льготы, и выплаты социальные. Глава региона обосновал и остальные предложения, озвученные в ходе прямой линии 11 декабря. Ежегодно 2,5 миллиарда рублей из областного бюджета будет выделяться на их реализацию. Мы при поддержке вашей, при поддержке областного бюджета сделали за этот год. Могу долго перечислять, вы, наверное, уже вопросы придумали. Поэтому я надеюсь, что эта динамика и сохранится и на 2019, и на 2020 год. И действительно, мы наш город перейдём в порядок, потому что работы ещё очень-очень много. Работать планируют и Центр забота. Жизнь кипит каждый день на десятках секций и кружков. Такие мероприятия будут и дальше проводиться в преддверии всех праздников. Новогодняя ёлка пройдёт 31 декабря в Доме офицеров. Всех желающих приглашают поучаствовать в конкурсе «Кладовая Деда Мороза», представив свои поделки и игрушки. Ну а пополнить молодёжный лексикон представители старшего поколения могут на занятиях лингвистического проекта «На одной волне», который уже в третий раз проходит в Вологде. Айну Жабагина, Михаил Продасов, Вологде.